Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Любое утверждение, которое может быть понято неправильно, оно будет понято неправильно Поэтому наша задача хотя бы в какой-то мере уменьшить количество непонимания в жизни И то, наверное, будет хорошо Итак, дамы и господа Вот наше введение в рисунок, о котором мы рассказывали во вступительной серии, которая появилась у нас на той неделе, и еще раз хочется какие-то моменты проговорить, для чего нужен академический рисунок, насколько это нужно, насколько стоит на это тратить время. Смотрите, само собой, что мы занимаемся академическим рисунком не для того, чтобы заниматься академическим рисунком. То есть мы на самом деле все хотим заниматься творчеством, все хотим создавать произведения искусства. Я сам, честно говоря, весь этот академизм не очень люблю. У меня какой-то интерес к рисунку появился уже только в институтские годы, когда я уже реально академическим рисунком занимался лет 10, и к этому моменту какие-то начались откровения, и тогда появился какой-то слой интерес. Но к этому моменту мой рисунок очень стал сильно не похож на академический, то есть там начались какие-то свои тоже изыскания. Но давайте мы проговорим, расставим точки над «и» в приоритетах. На примере, допустим, любого живописного произведения, любой картины. Смотрите, что у нас получается. Вот существует у нас какая-то картина, да? Из чего она складывается? Из композиции, да? Вообще видно, нет? Из чего складывается у нас любая картина, графическое какое-то произведение. Ну, а о скульптуре, я думаю, что нам стоит поговорить потом отдельно. Из композиции, да? То есть того, как разместить, как решить. Как решить по тону в том числе. И в этом смысле весь и рисунок, и живопись, все наши навыки, они работают на композицию. То есть можно сказать, что композиция вообще стоит по голове угла и все в себя объединяет и выбирает. Поэтому вот наш цикл по композиции, я прошу его любить и жаловать, потому что на самом деле композиции заниматься гораздо важнее, чем рисунком. Но для того, чтобы композицию хорошо воплотить, рисунком надо вводить. Из рисунка линии нога, да? То есть где линии у нас проходят, какие, чтобы они были не просто правильные, а чтобы они были выразительные, да? Этот момент очень важный. То есть мы занимаемся рисунком для того, чтобы не просто правильно нарисовать, а для того, чтобы выразительно нарисовать. И поэтому тут мы из какого-то такого костного соответствия чему-то правильному, чему-то казенному, мы выходим в живое, в творческое. То, что рисунок должен быть выразительный. И вот для этого как раз годы упражнения в рисунке только для этого на самом деле и нужны. Но для того, чтобы нам нарисовать выразительно, но оно не было все супер кривое и косое, нам нужно более-менее владеть и правильным рисунком в том числе. А вот для того, чтобы правильно в линиях нарисовать и правильно пятна расположить, более-менее, или даже неправильно, потому что правильности нет, а скорее верно расположить, нужно понимать конструкцию. Особенно в таких сложных объектах, как человек. Хотя бы минимально владеть конструкцию, а это означает хотя бы несколько лет внимательно и тщательно этим заниматься. Конструкции. И также у нас с вами существует тон. То есть владение тоном. Где темнее, где светлее. И какой формы пятна темного и светлого, а это тоже опирается на конструкцию. Вот такая вот последовательность. Если это не совсем понятно, то мне кажется, что стоит формулировать вопросы, и мы в нашей группе консультации можем эти вещи обсудить. Потому что то, что я сейчас говорю, это как бы вещи такие хрестоматийные. Их надо очень хорошо постараться понять, а не их поразмыслить. Итак, и кроме того, конечно же, у нас цвет. То есть та область, которая у нас развивает, собственно, для занятия живописью. Вот несколько таких факторов. В скульптуре у нас аналогичный процесс. У нас понимание рисунка, понимание конструкции. И, соответственно, легко они вместе идут. Давайте еще раз повторим. Значит, то, что у нас касается создания художественного произведения, оно решается в такой области, как композиция. А вот воплощение, оно зависит от рисунка линейного, чтобы он был выразителен. Так вот, для того, чтобы рисовать выразительно, нужно уметь еще и нарисовать верно. Из тона, где взять темнее, где светлее, и какой конфигурации эти пятна, если это касается изображения более-менее как-то человека, то крайне важно становится понимание конструкции. То есть получается, что верно взятый рисунок линейный, плюс тональность, но они оба завязаны с конструкцией, с пониманием конструкции. И вот здесь, на самом деле, наступает самое, наверное, слабое место, потому что более-менее скопировать, срисовать, это определяется у нас трудолюбием, да. А вот развитие понимания конструкции, оно, конечно, зависит в значительной степени от наших преподавателей, от нашей с ними работы. Потому что тут самому тогда надо очень активно разбираться. То есть можно освоить практически самостоятельно, потому что все равно, когда у тебя есть преподаватель, то все зависит от тебя. Но, тем не менее, это требует нашей активной позиции. Линейный рисунок, он тренируется нашими ежедневными упражнениями в рисунке. Владение тоном также тренируется ежедневными упражнениями в рисунке. И владение конструкцией также тренируется тем, что на это постоянно делается акцент. Так вот, дальше возникает вот какой вопрос. Большинство народу, естественно, начинает рисовать в каких-то своих образах. То есть то, что вы рисуете, чаще всего это то, с чего все начинающие начинают обучаться, оно все всегда очень похоже. То есть, как правило, это какие-то образы и какие-то портреты. Как правило, все связано с изображением человека. И это понятно. А вот дальше наступает вопрос, как, собственно говоря, нам с вами учиться. Как нам с вами учиться. Так вот, получается так, что для того, чтобы нам учиться, нам нужно эти навыки, которые мы с вами обсуждали, эти качества развить. И для того, чтобы нам эти качества развить, нам надо их тренировать на чем-то. И дальше все вы массово начинаете срисовывать с фотографий, рисовать сразу гипсовые головы, ничем не владея, рисовать портреты друзей. И все там, как правило, не только дробное по тону, неверно взятое по рисунку, по рисунку в узком смысле этого слова, то есть где что расположено, и кривое по конструкции. И дальше начинаются бесконечные разговоры о том, что, ой, вы знаете, я знаю, что у меня очень плохие рисунки, потому что они неаккуратные. Так вот, должен вас разочаровать. Дело в том, что аккуратность, она никакого особенного значения не имеет. Она может тренироваться как определенное качество на определенном этапе, но, к большому счету, аккуратность сама по себе не определяет уровня художественного произведения. Мы можем увидеть огромное количество художественных произведений, которые аккуратными не назовешь. И также очень много произведений, которые мы можем назвать аккуратными, но не все из них, скажем, для нас являются великими произведениями. Некоторые просто могут являться аккуратными. Так вот, возникает вопрос, на чем нам это тренировать? Мы пытались сразу же штурмовать Эльбрус, потому что, в общем-то, мы рисуем-то не для того, чтобы заниматься кубиками потом всю жизнь. И так же, как человек, например, хочет быть писателем, да, и сразу же пишет романы. Но если элементарно ты не умеешь складывать буквы в слова, то получается, мы взваливаем на себя сразу непосильную ношу, которая, в принципе, возможно такое обучение сразу только через модель, через портреты, через копирование. Но это путь довольно долгий. И в свое время, где-то, наверное, в веке 16-17, а попытки это делать были и раньше, была постепенно сформулирована, придумана система обучения рисунку от простого к сложному, которая в последние столетия более-менее практически не меняется. И заключается она в том, что мы эти качества, то есть владение рисунком, владение тоном, понимание конструкции, тренируем вначале на более простых объектах для того, чтобы вы могли на этом сосредоточиться. Ну, а если уж тренировать, то тренировать как следует и стараться. Вот такая получается логическая цепочка. То есть тут надо первое констатировать, что существующая традиция, она не единственно возможная, то есть могут быть эксперименты, не обязательно учиться именно через те академические задания, которые вам навязывает наш канал или другие какие-то преподаватели, да? Это с одной стороны. Но с другой стороны, вот эта академическая система, она проверена временем. То есть точно так же много раз, много столетий до нас художники задумывались о том, как же учить людей рисунку, как же учить людей владением, умением что-то изображать, да? И если какая-то система сформировалась с течением столетий, то это не потому, что так положено, а потому, что так просто эффективно. Так вот, собственно говоря, если мы говорим о том, что за рисунком портрета у нас стоит изучение нами конструкции. Какие-то тут наброски сейчас, кстати, важные вещи. Изучение нами конструкции. И владение нами тоном, да? А что такое владение тоном? Это не значит скопировать точно так, как есть. А это значит на наших произведениях задавать тот тон в каждом месте, который нужен. Но в учебных работах мы учимся более-менее копировать с натуры, а на самом деле не копировать с натуры. На самом-то деле мы берём на основе натуры и стараемся взять то, что есть в натуре хорошего, и это усилить, да, то, что касается тональности. То есть в конечном итоге всё равно это не столько повторение натуры, как, скажем, это мог бы сделать фотоаппарат, а это работа с натуры. Для того, чтобы уже в наших творческих вещах мы могли брать тон так, как нужно нам в каждом месте. То есть чтобы у нас было владение тоном. Не просто зависимость от натуры. Но, как показывает практика, натура при этом всё равно гораздо интереснее и разнообразнее, чем мы можем выдумать часто из головы. Поэтому тут момент такой двоякий, да, получается. Так вот, если за этим стоит у нас не просто годы работы, но также и тональность, и изучение конструкции, конструкции, да, разбор конструкции, разбор конструкции на обрубовках, наброски, всё это относится к конструкции, и, собственно говоря, постоянный рисунок с натурой, в том числе и с тоннами, да, то, собственно говоря, для того, чтобы эти качества у нас развивались, уместно начинать их тренировать на более простых вещах. Так вот, более простыми вещами, подводящими нас к изображению человека, традиционно является предметный мир, да, то есть не живая натура. Или иными с вами натюрморт, да. В натюрморте мы с вами что тренируем? Во-первых, мы тренируем композицию, да, умение закомпоновать, решить в тонне вначале на уровне эскиза, а затем уже во всей работе построить всё это дело перед тем, как решить в тонне, взять верно по рисунку, верно взять соотношение, то вот получается так, что натюрморт тоже сразу трудно осваиваем. К нему нужно подойти. И вот для того, чтобы нам к натюрморту подойти, нам вначале нужно научиться хорошо изображать отдельные объекты, в которых также мы решаем по рисунку, более-менее строим и решаем в тонне внимательно. Отдельные объекты. Вот отдельным объектам по-хорошему должны предшествовать натюрморты из геометрических тел. Из геометрических тел, но единственное, что выполнять их надо немножко более старательно, чем мы это делаем в наших коротеньких видеороликах. Тоже пример объекта отдельного. Но вот мы его часто рисуем вместо натюрморта из геометрических тел, потому что тут несколько геометрических тел, которые соединены вместе. И, собственно говоря, перед тем, как рисовать натюрморт из геометрических тел, хорошо освоить сами по себе геометрические тела. И хотя бы самые простые. Такие, как шарик, такие, как цилиндр, как вазочка. Да, вот у нас цилиндр. Тоже цилиндр. Призма. Достаточно полезная вещь, потому что она дает очень хорошую нагрузку построенческую. То есть, на самом деле, если вот нам сложно, на первых порах, строить головы, да, и потом мы все-таки понимаем, что нам надо учиться, мы начинаем выполнять какие-то простые вещи, начиная с кубиков и так далее, то вот нам кубики и призма дают сразу нагрузку построенческую такую, после которой нам все остальное у нас как бы уже есть в руках, ну, не то чтобы ключ, но какой-то такой вот инструмент, чтобы добиваться построения. В разных ситуациях. Ну, а перед призмой мы обычно рисуем кубик вначале в развороте, вначале прямо, вначале прямо, потом в развороте. Вот, собственно говоря, такая программа, достаточно логичная, ну, и достаточно обыденная, наверное, если вы уже более-менее как-то с этим сталкивались. Теперь давайте мы немножко обсудим отдельные моменты. Продолжение следует... Продолжение следует...